Ну а теперь о делах белорусских, потому что у нас на связи Уор Гонза, и пожалуйста, разместите, вот я прям хочу, чтобы прямо сейчас это сделали, телеграм-канал Уор Гонза, Семён Пегов, человек, который добывает информацию фантастическими совершенно методами, лучший из лучших. Семён, привет. Не буду спрашивать, где ты, если это страшная тайна, но я вот смотрю, ты пишешь о том, что войска, ну, наверное, под видом или не под видом, для того, чтобы отметить разнообразные там праздники, День железнодорожных войск, стягиваются в Минск. Что происходит? Какие твои данные? А, ну, Владимир, с утра появились сообщения, да, в белорусском телеграм-сегменте, оппозиционном, скажем так, что в Минск стягиваются войска. Я очень осторожно дал новость, потому что пока что каких-либо так... Ну, должно быть подтверждение, конечно. Да, не было никаких подтверждений и не было, по крайней мере, фотографий. Ну, чуть позже, там уже ближе, там, к десяти часам, стало ясно, что, по крайней мере, определённые войска действительно в столице есть, и это железнодорожные войска. Понятно причина, почему они там появились. Праздник. Потому что праздник... Ну, тоже есть определённые нюансы, которые заставляют задуматься и сделать тоже определённые выводы. Они решили провести праздник конкретно в том месте, где собиралась, в общем-то, организовать свой митинг. Вот я показываю фото прямо сейчас оттуда, как раз работают железнодорожные войска на месте этого митинга, так. Да, и, ну, есть серьёзные основания полагать, что действительно, если мы вспомним новости предыдущих дней по поводу мобилизации, там, по поводу вообще вот всех этих призывных историй в Беларуси, которые почему-то раньше времени начали происходить, не осенью, как положено, а именно в августе. И что тоже такое совпадение случайное, не случайное, решайте сами, что именно 10-го числа назначен сбор резервистов в военкоматах фактически по всей Беларуси, которые отправятся на 25-дневные сборы. И, естественно, железнодорожные войска, праздник, всё понятно, но под этим видом вполне вероятно, что власти попробуют завести определённый военный ресурс, армейский ресурс в город на кучу беспорядков, которые возможны, которые уже фактически анонсируются позицией в их закрытых чатах и в каких-то уже даже открытых источниках это появляется, что они прям независимо от того, какие результаты выборов будут, кто победит, у них уже назначены точки сбора, варианты маршрутов. Но это такая классическая технология оранжевых революций. Так точно. И проблема в том, что там действительно они такие формулировки в этих закрытых чатах применяют, что мы должны там встречаться и праздновать нашу победу. То есть они как бы априори ставят вопрос ребром, никто не ждёт какого-то доверия к ЦИКу. И мне кажется, вот это действительно опасно и это действительно страшно, что с самого начала, ещё до голосования, изначально запланированы акции протеста, и как будто бы результат этих выборов предрешён. Лукашенко прямо сейчас собрал совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании, он заявляет. Понятно, что выборы начались, досрочное голосование идёт, но будет не лишним, с учётом опыта на сегодняшний день, ещё раз оценить текущую ситуацию, если потребуется выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период. Детали обстановки вам известны, повторяться не следует, однако если есть новые моменты, прошу руководителей ведомств доложить и внести соответствующие предложения. Но вот что это значит в переводе на русский язык? Я смотрю, что Лукашенко захватывает места потенциального проведения акции оппозиции, но это сработает только в том случае, как у нас было в 2011 году, когда выйдет количество людей, искренне поддерживающих Лукашенко, в разы больше, чем тех, которые выходят против него. Мы же помним, Семён, как в 2011 году болотную сломало триумфальное. Ну, я на самом деле, сейчас такая ситуация, я, конечно, подозреваю, что власти могут собрать определённое количество народу, чтобы это было... Ну, станет понятно, насколько он реально популярен. Да, контрпозиция по отношению к Тихановской, но, если честно, у меня на самом деле родственники живут в Белоруссии, в Барановичах и так далее, и так далее, когда вот общаешься с ними, так, в неформальной беседе, все, конечно, на самом деле, серьёзная была у него поддержка, у Лукашенко. Конечно. Но мои родственники, которые откровенно пророссийский настроены, они сейчас находятся в недоумении после истории с задержаниями российских ребят, с переговорами с Зеленским, с обещаниями Лукашенко дать зелёный свет прокуратуре, чтобы, по крайней мере, часть какая-то из задержанных ребят была передана Украине, они фактически сейчас в замешательстве, и те люди, которые раньше поддерживали Лукашенко, вот мне сегодня, у меня дядя, там, ветеран войны в Афганистане, в общем-то, такой очень патриотично настроенный человек во всех отношениях, там, и за Белоруссию, и за Россию и так далее, вот, и он, например, мне сегодня сказал, что он эти выборы собирается проигнорировать, потому что он в абсолютном недоумении пребывает, патриотический сегмент, скажем так, дезориентирован, и вот он, если раньше эти люди готовы были идти голосовать за Лукашенко, вопреки, скажем так, кандидатам Запада, да, то сейчас они настроены... Просто не понимают, за кого голосовать, да? Да, это действительно так, это просто факт, с которым вот я столкнулся, и речь не только там о моём дяде ветеранной войны, он, естественно, общается с большим количеством своих сослуживцев, которые ещё старые, такой советской закалки, как мы с вами понимаем, которые прекрасно осознают риски, которые связаны с Тихановской и с влиянием Запада, прекрасно понимают, что может повториться украинский сценарий. Вот эти люди, которые как бы имели вроде как как бы своего кандидата, так или иначе, да, который худо да бедно, но более-менее как бы работал на страну, но сейчас эти люди, повторяюсь, пребывают в полной растерянности и намерены проигнорировать, в общем-то, вообще... Семён, мы понимаем, а что за история ещё с одним отрядом, о котором сказал Лукашенко, который в лугах, в лесах и в полях? Да, на самом деле это тоже такая, может быть, абсолютно как бы продуманная игра с той точки зрения, что я уже отмечал, когда вот задерживают российских ребят, объявляют их боевиками, возникает вопрос, почему не задерживают реальных боевиков, националистов, радикалов белорусских, которые тренируются в Могилёвской и в Витебской областях, граничащих с Россией, то есть я не исключаю, что какое-то время было послабление со стороны КГБ, чтобы закрыли глаза на все эти тренировки, сборища и закрытые лагеря, но они тоже могут быть в определённый момент использованы, условно говоря, для себя в тёмную, но в интересах Лукашенко, он может там сейчас задержать ещё каких-нибудь радикалов, не ещё каких-нибудь, а собственных, скажем так, взрощенных под крылом КГБ радикалов и сказать, что вот эти люди были там уже вооружены, тренировались в лагерях, собирались там приехать в Минск и поддержать оппозицию, устроить госпереворот и всё такое, всё такое. Если говорить, например, о том, чтобы какая-то сейчас ещё группа так называемых ЧВХ, да, раз уж так повелось, будем называть, или ЧОПовцев, которые сейчас попробуют воспользоваться там опять Минском как транзитом, да, я сомневаюсь, что кто-то сейчас в ситуации после задержанных ребят будет пользоваться этим транспортным коридором, скажем так. Я уверен, что все группы, которые должны были там лететь либо в Судан, либо в Венесуэлу, либо в другие, скажем так, места, где горячо, они сейчас либо отозваны, либо, ну, как бы ищут другие маршруты, чтобы туда попасть. Потому что, конечно, никакого доверия теперь к Минску в этом смысле нет. А мы понимаем, в каких условиях содержатся ребята, через что они проходят? Мы можем быть уверены, что против них не применяются средства физического воздействия? Да, никакой уверенности в этом быть не может однозначно. Опять же, повторюсь, по закрытым каналам пытались выходить на сотрудников КГБ, которые, часть которых действительно находится в полном тоже завершательстве, непонимании игры, которую затеял Лукашенко. Большая часть силовиков, естественно, настроена была всю жизнь пророссийские. У нас были тесные в этом смысле связи. И сейчас они, как бы, в полном недоумении пребывают. И вот информация, которую мы от них получаем по закрытым каналам, естественно, абсолютно анонимно и не афишируя источники, она действительно заставляет серьезно обеспокоиться. Потому что там поступают ребятам и угрозы. Угрозы вплоть до применения, как бы, самых жестких законодательных мер. Я даже не говорю о сроках, может быть. Еще же вообще не хочется нагнетать обстановку. Ну а что нагнетать? Если их обвиняют в том, что снайперы готовили покушение на Лукашенко, то это смертная казнь. Это все верно. Вот такие, либо дана команда этим КГБшникам, скажем так, специально на свои российские контакты, гнать такую волну, чтобы повышать ставки, с одной стороны. Да, с другой стороны, в свете всего произошедшего, я думаю, что не стоит недооценивать уровень, как бы, неадекватности тех людей, которые либо подтолкули Лукашенко к этому, к этой провокации, либо его самого. Ну и действительно, ситуация, на мой взгляд, критическая. И ребятам уже там заставляют признаваться в фантастических вещах, что вот они приехали, значит, там двое из них уже снайперов, которые должны были, собственно говоря, ликвидировать Лукашенко. Ну, представьте себе, да, как два снайпера в составе 30 человек без какой-либо, где они, винтовки, да, кто им должен был винтовки передать или что, они где-то должны были отрыть или что. Для меня это все фантастика. Но, тем не менее, как бы, эта информация официальными лицами озвучивается, официальными лицами подчеркну, да, что действительно вызывает определенные опасения за физическое здоровье ребят, не говоря уже о моральном. А нашлась ли компания, которая отправляла ребят, и куда? То есть заказчик появился и организатор этого всего? Потому что пока фигурирует некая ЧВК «Вагнер», но мы же понимаем, что это некий образ. А выяснилось, что это за что? Потому что тот, на который ссылались, Мар, говорят, что он уже давно ликвидирован. У меня в эфире был руководитель Мара, который говорил, что нет, к этой истории он не имеет никакого отношения и сам не задержан. Хотя сначала была другая информация. Ну, Владимир, тут достаточно деликатная сфера. Тут очень нужно, особенно когда работаешь с источниками, быть максимально деликатным. То есть никто из тени не вышел? У меня есть понимание, к кому относятся эти ребята, но в силу того, что я не могу раскрывать источники, которые мне помогают более-менее разобраться в ситуации, не хотелось бы этого афишировать. Скажу немножко, скажем так, общими словами, на что было понятно. То есть ЧВК «Вагнер» — это сейчас такой некий общий бренд, под ним, собственно говоря, работают достаточно много различного рода предприятий, различного рода организаций, функции которых в том числе четко разделены. Есть люди, которые занимаются охраной нефтяных вышек, есть люди, которые занимаются охраной заводов, есть люди, которые занимаются личной безопасностью первых лиц, будь то Африка, будь то Ближний Восток и так далее. Все это как бы одна большая сеть, которая, естественно, не существует сама по себе и раздельно, определенным образом координируется. Но это отнюдь не значит, что все эти ребята там непосредственно являются участниками боевых действий или посылаются куда-то с целью участия боевых действий. Кто-то работает инструкторами, вот мы видели, я помню, помните, там было очень смешное видео пару лет назад про камбулю, это типа граната с местного диалекта. То есть там у нас есть ребята, которые очень активно работают инструкторами в Африке, то есть вообще занимаются педагогической деятельностью. Их тоже относят к ЧВК «Вагнер». В какой-то мере, да, они к этому ЧВК относятся, но не напрямую, скажем так. Мы понимаем, куда ведет сейчас Лукашенко Белоруссию. То есть что он ждет? То есть вот эти все посылы, которые от него идут. Он вот по логике, он должен сейчас вбросить еще что-то непосредственно до выборов. То есть ясно, что вот это интервью Гордону, которое он дал, что уже само по себе о многом говорит. Вот эти намеки, что он готов выдать или готов вести разговор о выдаче людей на Украину. То есть ясно, что он до выборов еще должен что-то показать. Да, он сказал, что я дам зеленый свет разговором между. И мы цитируем по Гордону, а не потому, что мы услышали сами из УС Лукашенко. Он же умеет сказать так, что никто кроме него не может точно понять, что он имел в виду. Согласен, согласен. Я думаю, что не исключено все-таки, что буквально там за день до выборов будет какая-то очередная громкая история. Просто действительно сложно предсказать, какая. Если говорить лично, как бы, мое мнение и мое общение, опять же, с белорусскими источниками, которые пытаются проанализировать ситуацию, у которых есть там пять версий, почему Лукашенко поступил именно так, то одна из самых правдоподобных, на мой взгляд, это действительно серьезное увеличение китайского влияния непосредственно на Лукашенко, конкуренцию российских и китайских компаний непосредственно в Судане и Венесуэле тоже. И на самом деле, вот мы делали на Варгонзе нарезку высказываний Лукашенко по поводу Китая и какое место вообще Китай занимал в его обращении к нации. Это было абсолютно беспрецедентно на фоне всех остальных его выступлений. И действительно, я думаю, что в определенном смысле руку китайских интересов здесь сейчас можно разглядеть, потому что Лукашенко все-таки, там можно говорить про него все, что угодно, что он там чуть ли не с ума сошел. Нет, он точно не сошел с ума. Я не считаю его глупым человеком, я считаю его достаточно прагматичным политиком. Он, в общем-то, прекрасно понимает, что Америка и Европа рано или поздно его предадут и никаких гарантий ему предоставить не может, не могут. С Россией он сам намеренно шаг за шагом рвал добрососедские отношения. И несмотря на всю лояльность и российского народа к нему, и российской политики к нему, да и российских лидеров к нему, тем не менее, он, повышая каждый раз ставки неким шантажом, понимал, что все-таки рано или поздно Россия перестанет с ним так дельфилюбно разговаривать, он нашел, скажем так, третью силу, на которую он может положиться, в интересах которой он может действовать, и третья сила это может дать ему определенные гарантии. Я не знаю, что бы обещал Китай, может ему в случае от ставки пообещали остров, там, я не знаю, в Южно-Китайском море, ну что угодно. Ну вот представьте себе ситуацию, просто гипотетически, Лукашенко не справляется с послевыборными протестами, его свергают, куда, как Януковичу ему бежать в Россию, мне кажется, ему в данном контексте, когда он задержал российских ребят, дорога в Россию, на мой взгляд, закрыта. Открыта ли ему дорога в Европу, тоже большой вопрос. Что, куда ему бежать, что ему делать. И, в общем-то, вариант подстраховки такой, тем более с перспективой, понимая, что Китай действительно интенсивно развивается и может стать, скажем так, своего рода крышей для Лукашенко, простите за такой сленг, да. Я думаю, он прекрасно понимает и просчитывает эти варианты. А то, что Украина включилась в эту историю, это, конечно, уже плюс тому, как быстро смогли сориентироваться их американские кураторы, натовские кураторы, которые просто видят, что раз есть ситуация, значит, нужно и воспользоваться. Почему нет? И не исключено, что здесь, как бы, все эти истории происходят параллельно. Интересно, что прямо сейчас телеканал ОНТ, это белорусский канал, цитирует пол первого, не что-нибудь, а карманная структура Порошенко, Соловьев гнезда попутал. И они цитируют, посмотрите, пожалуйста, нашу трансляцию. Ну, круто. И когда пол первого, а это, соответственно, как мы с вами понимаем, не что-нибудь, а карманная структура Порошенко с радостью пишет, Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, общались почти три часа на самые жгучие темы. Кстати, во время беседы и позвонил Зеленский. И когда... Вот видите, то есть вот то, что я оговорился, они смотрят, молодцы. И они пишут, не что-нибудь, а карманная структура Соловьев гнезда попутал. Или для Беларуси расчехлил украинский сценарий. Хоть фамилии меняйте. Ну, я вот что скажу, ребята, вы сами выбрали сторону. Только интересно, получается, пол первого и телеканал ОНТ цитируют журналиста, программу которого запрещают в части Беларуси показ на территории Беларуси. Это как понимать? Вы, ребята, уже определитесь? Либо вы меня запрещаете к показу, а что же вы тогда неотрывно меня смотрите по Ютьюбу, а? Пол первого и ОНТ. Кстати, когда мы закончим вещание на радиоэфире, я вам покажу фрагмент эксклюзивных подробностей, которые Гордон дал украинскому телевидению. А вы, кстати, все срочно выйдете и подпишитесь на телеграм-канал Воргонза Семёна Пегова. Он у нас вот сейчас в ссылках есть. Семён, плохая ситуация. Не нравится мне это всё. Не нравится. Я согласен, Владимир. Ситуация тревожная. И, на мой взгляд, реализация, к сожалению, украинского сценария, пусть он у нас так на подскорке, он у нас так или иначе висит, потому что это на самом деле боль всего русского мира и всей России, гражданская война на Украине. А до сих пор как бы это рана не заживающая. И получить, в общем-то, точно такое же кровоточащее, скажем, место совсем рядом. И с Белоруссией, я вот как бы как человек из Смоленска сто раз это повторяю, горжусь своей родиной, горжусь, что родился именно там. Наши связи с Белоруссией это как бы больше, чем просто какие-то партнерские или соседские отношения. То есть мы с Белоруссией это не просто братья, мы реально один народ. То есть это факт. Вы слышали замечательного Семена Пегова, WarGonz, подписывайтесь. Семена Пегова, WarGonz. Продолжение следует...